обычно мне пишут как будет проходить мое обучение я с нуля у меня нет аппарата у меня нет ничего я ничего про татуаж не знаю вот если вы являетесь таким вот человеком то и как раз все это будет сейчас для вас ученик который сдает и получает сертификат по теории потом получает сертификат по онлайн практике управления оборудованием и умение владения техниками потому что мы осваиваем несколько техник сразу если а мастера которые хотели бы освоить профессию уже не так как они ее знают а ну то есть более глубоко и вот тогда они уже совершенно готовы в процессе изучения теории к изменению своих работ на модель они уже это делают в процессе они уже и работают они еще и маратом дальше идет вопрос как работать на моделях как ирина вы из испании будете меня учить работать на моделях друзья ну что я здесь сама программа нас мастер татуажа про она из года в год менял свои названия он он она называлась энциклопедия татуажа она называлась и мастер татуажа то есть вот это все у нас было я буду рассказывать о актуальном на сегодня и если есть какие-то вопросы прям пожалуйста спрашивайте у меня а моя сейчас задача объяснить как проходит программа обучения чтобы все письма которые в течение недели будут приходить ко мне с вопросом как я учу чтобы я могла людей направить на это видео итак у нас обучение начинается сразу после оплаты что мы делаем то есть обычно мне пишут как будет проходить мое обучение я с нуля у меня нет аппарата у меня нет ничего я ничего про татуаж не знаю вот если вы являетесь таким вот человеком той как раз все это будет сейчас для вас на самом деле обучение татуажа должно быть длительная то есть почему потому что очень много теории очень много всяких нюансов и вот когда вы эти все нюансы теории хотя бы познакомитесь я уж не говорю что вы усвоите сразу потому что для того чтобы усвоить должны пройти несколько этапов усвоение материала как происходит усвоение одно дело человек видео открыл другое дело он его понял третье он его усвоил четвертый он его применил пятый получил свой опыт поэтому когда вот ученик приходит учиться он не совсем понимать что его ждет впереди как он должен работать как он должен учиться и некоторые принимают решение не в свою пользу они например проходят курсы более краткие за несколько дней и потом просто начинают наверстывать то чего они не знают и посещать разные мастер-классы я же предлагаю учиться вам раз и навсегда и как это происходит вы в первую очередь сначала задаете мне вопросы как проходит мое обучение на которые я отвечаю вы можете купить программу мастер татуажа про вместе с моим наставничество можете купить без него от этого будет разная цена доступ к программе будет год и кто их другой совершенно одинаковые программы и мастер татуажа с наставником мастер татуажа самостоятельный совершенно одинаковые содержание вот как проходит самообучение программа содержит в себе 9 модулей на сегодняшний день 5 из которых являются теоретической основой для получения сертификата по теории после которого вы можете переходить на практику и получение сертификата по практике промежуточная практика онлайн который подтверждает что вы освоили оборудование и вы делаете хорошие скажем так работы на коврике и сумки на на коврике и этот следующий этап в получении сертификата давайте сейчас я объясню как проходит теоретическая часть после оплаты сразу материал вам приходит в доступ каким образом вы получаете ссылку для перехода в профиль ученика вы заходите на платформу где располагаются все уроки которые вы купили сами уроки разделены на такой вот скажем по модульную систему сейчас я открою вот так вот идут эти модули и ученик попадает сначала в модуль 0 предобучение в этом модуле 0 предобучение он знакомится с тем как ему организовать свою папку ученика для этого нужен google диск и в общем-то создать там папку для чего эту папку нужно для того чтобы вы учились не как-то там непонятно как и что вы вообще выучили до неизвестно а так чтобы можно было сказать что знание вы сохранили вы их через себя пропустили и они остаются с вами даже если у вас еще и не усвоились это конспекты вот эти вот конспекты которые нужно писать первые пять модулей обязательно чтобы получить сертификат по теории как собственно вы их сдаете как вы эти задания сдаете вы сначала осмотрите урок потом может быть вы его пересматриваете пишите либо вы сразу смотрите и сразу слову слова пишите тут зависит от того как вам удобнее это на самом деле не принципиально если вы считаете что вы можете с первого раза все записать то так и делайте если вы считаете что вам сначала нам послушать вникнуть а потом сесть писать лекции делайте так неважно но у вас есть определенные рамки для выполнения вот этого вот теоретического экзамена это четыре месяца то есть он этот мир четыре месяца это я беру из расчета того что те люди которые учились у меня все прошлые года они такой объем материала проходили за два месяца то есть тот объем уроков которые необходимо пройти для основной базисной такой структуры с которой можно выйти без страха на работу и понять что есть колористика есть анатомия построения бровей есть техническая страна нашей профессии есть управление оборудованием есть какие-то нюансы и очень важные детали связаны с самой кожей и в общем-то работы с этой кожи и ожидания до результата на этой коже это комплекс знаний которые мы разбираем в каждом из модулей и когда вы эти конспекты сдаете вы переходите уже на уровень что вы должны заниматься по практике то есть вы пишете конспекты фотографируйте в папочку отправляете в результате вы сдаете папку и в этой парке у всех правильная одинаковая одинаковая совершенно организация вот этих вот внутренних папок для чего для того чтобы когда я зайду я могу быстро найти то что я должна проверить это намного облегчает и ускоряет проверку потому что проверяю вообще учеников я то есть вас не проверяют какие-то там но другие люди вас проверяю я не захожу смотрю а у вас есть конспекты значит вы эту тему действительно прошли вы ее записали я принимаю вас и вам открывается модуль 1 потом открывается модуль 2 модуль 3 модуль 5 и так на каждом модуле вы сдаете промежуточные экзамены после того как вы прошли теоретическую часть получили сертификат потому что вы хорошо выполнили все конспекты и базовые задания вы переходите на практику и с этой практикой сталкиваемся мы когда мы уже с ней сталкиваюсь после второго модуля первый модуль идет у нас базовые темы а второй модуль идет уже технический там вы изучаете разновидности техник понимаете как на этом коврике нарисовать вообще правильно протушевать да и как штрихи положите все вот эту вот уже техническую часть так скажем ту работу которую вы собственно будете работать потом да это второй модуль к как эта практика начинается с чего вы сначала второй модуль сдаете теоретическую часть вы получаете допуск к третьему модулю где уже анатомия форм разбора бровей работы с анатомическими структурами лица то есть особенности каких мужчин там женщин асимметрии симметрии отсутствие бровей то есть это третий модуль но вы уже второй модуль когда сдали вы уже можете работать с аппаратом и работать с ковриком поэтому когда спрашивает а мне сразу нужен аппарат вот если я пойду учиться к вам я говорю нет он нужен не сразу вы можете его позже заказать или можете зайти в курс посмотреть базовые те у темы уроки там где мы разбираем техническую сторону что такое оборудование чем она отличается какое какие вообще нужны инструменты для того чтобы учиться вы можете смотреть бесплатно есть 6 бесплатных уроков для того что нужно для обучения также есть бесплатные лекции может быть кто-то из вас не совсем решился пойти или учиться не пойти или учиться не знаю пойдите тогда на бесплатные лекции на мои на ю тубе пройдите их и уже в результате того что вы прошли эти лекции и сделали работу задание на получение сертификата и задание на получение скидки если хотите получить скидку когда вы уже осознанно идете учиться потому что наше обучение она достаточно серьезное очень серьезно и вы можете просто не подготовленным прийти вы можете не понимать куда вы пришли и вы ну как бы не дойдете до финала да то есть так не должно быть и когда вы начнете учиться вы будете понимать что вы пришли потому что это вы решили до вас никто не заставлял сюда приходить и когда начинается учеников такие сбои настроения они начинают ну паниковать то что очень много уроков как им тяжело все это дается и я лишь могу сказать что вы хотите знать или вы не хотите знать просто вот и все если вы хотите знать у вас здесь все есть для этого следующим этапом мы после того как второй модуль сдан и ученик переходит на 3 мы с ним проходим постановку руки то есть это для чего нужно для того пока ученик находится на третьем четвертом и пятом модуле до получения сертификата по теории чтобы он все это время уже тренировался уже набивал так скажем себе руку уже понимал где ошибки и как их исправить чтобы концу теоретического блока из пяти модулей он не только понимал теорию да и знала ней что мы изучили а еще и уже владел хорошо и достойно аппаратом да там где у вас не будет ошибок а вы будете грамотно управлять оборудованием вот это мы делаем уже после второго модуля затем ученик который сдает и получает сертификат по теории потом получает сертификат по онлайн практике управления оборудованием и умение владения техниками потому что мы осваиваем несколько техник сразу эта техника напыление и тушевание и даже захватываем базовый уровень работы камуфляже частичный камуфляж например камуфляж каких-то небольших пигментных пятен мы все это уже проходим на базовом уровне вот и даже проходим но частичная такая работа со сложными участками там техники . да хотя техник . у нас вообще идет как отдельная это уже отдельно внимание стоит техника и его в базовый уровень в большом объеме мы не включаем но вы уже многое понимаете уже многое знаете и не только знаете вы уже многое умеете когда вы заканчиваете пять модулей у вас есть сертификат по теории и у вас по сути уже должен быть или будет вот-вот сертификат по практике онлайн онлайн практика это то что оборудование вы освоили у вас хорошая рука поставленная рука после этого ученик переходит на настоящую практику программа мастер татуажа про заканчивается на уровне сертификат по теории и сертификат по онлайн практике после этого совершенно отдельно идет уже практика по запуску вас на работу те ученики которые у меня учатся и имеют уже опыт работы они уже где-то работают они пришли переучиваться доучиваться или повышаться как хотите как это хотите так и называть те а мастера которые хотели бы освоить профессию уже не так как они ее знают а ну то есть более глубоко и вот тогда они уже совершенно готовы в процессе изучения теории к изменению своих работ на модель они уже это делают в процессе они уже и работают они еще и учатся поэтому у них получается так что они получают сертификат по теории сертификат по онлайн практике это сейчас вот по онлайн практике я ввела раньше сертификата не было практика онлайн было а сертификат отдельного не было теперь будет отдельный сертификат и получается так что ученик проходит теорию онлайн за 4 месяца потом в это же примерно в это же время он должен уже и постановку руки завершить потому что это несколько месяцев пока он тренировался после второго модуля он получал задание он получал всю скажем так от меня постановку и вот здесь есть различия мастера которые ученики которые учатся на программе мастер татуажа про самостоятельно и те которые учатся с наставником там есть особенности те которые учатся с наставником у них еженедельно проходит по вторникам закрытые зум конференции со мной по разбору вопросов или какие-то дополнительные материалы то есть вчера во вторник вот в этот верни мы проходили асимметрию на молодом лице асимметрию бровей как строится эскиз асимметричным бровей на молодом лице вот следующий вторник мы планируем конференцию закрытую и эти конференции бесплатные для учеников которые находятся на обучении с наставником с поддержкой будет другая тема тоже очень интересная и каждый раз мы эти темы меняем плюс ко всему на каждой конференции мы разбираем вопросы которые у ученика накопились за неделю у нас есть закрытый чат куда ученик перед тем как зайти на конференцию в этот день начинает свои вопросы формировать то есть списком сдает и я открываю конференцию со всеми приветствую всех и начинаю разбирать эти вопросы когда раз вопросы мы разобрали мы переходим например к теме и начинаем какой-то дополнительный материал разбирать то есть это постоянный контакт с наставником то есть со мной до с основателем академии с вашим учителем и это возможность быть постоянно в процессе обучение то есть вы не чувствуете что вы непонятно где там купили какой-то курс ну и как-то про вас никто не помнит те ученики которые не имеют поддержки они осознанно купили курс по стоимости ниже но они хотят учиться но у них нет финансовой какой-то возможности скорее всего и тогда они покупают курс без наставника но это не значит что они будут брошены во первых ученик идет по модулем точно так же он в принципе имеет скажем так возможность получить проверку чтобы его из модуля 1 на модуль 2 пропустили с модуля 2 на модуль 3 до чтобы а и пройти этот промежуточный экзамен между модулями нужно также писать конспекты следовательно их нужно проверить поэтому вас все равно будут проверять и если вы в течение этого курса поймете что во первых вы дойдете до второго модуля вам тоже рекомендуется взять урок по постановке руки и это делают и ученики на поддержке и те кто самостоятельно только те кто на поддержке у них другие условия на получение этого урока вы же этот урок а можете оплачивать на сайте отдельные дополнительной покупкой на сайте рентингу точка ру раздела обучения там кстати есть раздел полезное заходите поглядывать там очень много полезных статей и документов вам могут они пригодятся даже если вы не учитесь также есть раздел скидки на оборудование на моем сайте в разделе полезное и вы можете ими тоже пользоваться получать промо-коды в магазинах где я имею коллаборацию сотрудничество моя академия то есть мы сотрудничаем у меня промо-коды есть поэтому заодно вам напомню так ученик который учится самостоятельно и тот который учится на поддержке у них отличие вот в этом по уроке постановка руки который мы делаем после второго модуля постановка руки в чем урок заключается мы созваниваемся по зуму или по skype у кого как и для урока нужно подготовить блок питания оборудование вашу машинку ваш коврик и хорошее освещение должно быть то есть мы в этом уроке с вами разбираем вообще общаемся с вами само собой и я вам даю конкретные задания предварительно открывая папку ученика я смотрю как вы выполнили задание базовый который в уроках второго модуля уже были то есть там есть у меня задание специальные на тренировку моторики без моторики развитые моторики мастер работать не может я специально это создавала чтобы с масс минимальных каких-то навыков постепенно на натренировать руку человека который вообще в татуажении когда не касался ничего не делал то есть каким-то образом нам человеку учить и у меня вот целая структура так скажем этих тренировок когда вы сначала тренируете моторику потом переходите на коврик так делайте одно другое третье десятое и есть вот эти базовые задания которые в виде фотографии вы сдаете да на каждом промежуточном экзамене между модулей вот после второго модуля уже вы сдаете модуль 2 и там вот эти все задания базовые вы уже их выполняли то есть так как они у вас получаются и вот на уроке постановка руки не открываю папку и смотрю что вы сделали какое у вас задание выполнено моторику какой у вас на базовое задание по тушевке коврика и тут различие есть те кто работающие мастера у них одно получается те кто пришли с нуля у них совершенно другой получается поэтому я с этого момента чисто индивидуально подхожу к постановке руки я объясняю что что я вижу на этих выполненных заданиях где я вижу слабые места я быстро ориентируюсь с какого именно момента мне человеку нужно дать задание то есть дать начинающему нулевику например задание на моторику да и придумать какие изощренные может быть даже дополнительные приемы чтобы натренировать его руку именно чтобы он классно мог действительно потом перейти на обычное задание которые уже можно тренировать как предварительно перед клиентами да то есть это уже ну вот скажем есть основные классические задали от брови красить а есть не классические задания которые я скажем так изобретаю для того чтобы человека подвести вот к тому чтобы он мог уже этот коврик красить поэтому все это не так просто я никогда так глубоко про это не рассказывала честно сказать просто не хватало времени потому что так скажем честно сказать я учу в онлайне больше всех тех кто сейчас вообще существует в онлайн образование и у меня очень огромный опыт постановки вот именно людей с нуля я не видела с в реальности своих выпускников очень многих в основном всех не видела но я могу как бы быть уверена в том что они сейчас работают грамотно и хорошо почему потому что я ответственно подхожу к самому процессу обучения и вот когда вы со мной вот этот урок по постановке руки проходите то к вам я там подхожу персонально этот урок конечно он как бы платный но смотрите что он себя включает во первых он включает общение по времени она не всегда ограничена когда я слишком загружена то я стараюсь ограничивать общение час и стараюсь в этот час конструктивно уложиться все самое важное ничего не упустить бывает что я с учениками общаюсь в таком же уроку не часа бывает и не 2 а бывает и больше вот но это всегда индивидуальная история это всегда люди которые имеют какой-то скажем так особый к ним подход нужно бывает что человек не верит в себя он не понимает как он вообще будет работать у него много страхов ему многие говорят что ты зря потратила деньги ты пришла в онлайн учиться татуажу это смешно это невозможно и он сам то еще только решился он пока не понял да как он пришел как он будет работать потом вот но вокруг него уже много тех кто его могут отговаривать и я считаю что я как человек который верит в свою систему обучения я могу его вдохновить не только своими знаниями да но и настроем поэтому моя задача на этом уроке вообще познакомиться с человеком понять что за ученик передо мной и насколько долго мне с ним еще потом идти конечно это такая работа наставническая настоящий истинный наставническая работа мне она доставляет удовольствие пока что но энергии на все может не хватать поэтому все время стараюсь переструктурировать как-то условия так чтобы меня хватало на все это потому что мне это искренне интересно и в результате когда вы получаете вот этот персональный урок в него уже вы в него же входит и потом проверка этих заданий то есть если вы получили задание то через какое-то время я прошу в общем-то ну показать их или показать их перед выходом на сертификат по теории да вы на втором модуле получили а после 5 вы получаете сертификат по теории то вы можете прям конкретно писать что я жду сертификат там при по теории 5 модуль я прошел в комментариях под уроком и хотел бы чтобы вы проверили мои задания которые выбрали у меня на персональную обстановку руки да я открываю эти задания и вот потому что я вижу на картинке я прошу во-первых ученика сейчас расскажу у вас вообще взрыв мозга будет наверное но я расскажу как это происходит вот смотрите вы получаете задание от меня на постановке руки я прошу завести для этого отдельного урока и наблюдение за их результатами отдельный документ вообще папка ученика она содержит несколько папок и каждая папка для своего скажем какая-то там для курсов какая-то для конспектов какая-то там еще там для чего для сертификатов для сохранения ваших оплат то есть это такая комплексная папка в которой есть все это как портрет ученика для меня я захожу очень быстро там ориентируюсь и вы вот заводите документ специально для того чтобы в нем сохранять всю синхронизацию историю того как мы с вами занимались то есть сначала это описание нашего skype или зум урока да я прошу ученика всегда пожалуйста зайди создай документ зум 1 до 1 твой урок по постановке руки и напиши туда что мы обсудили с тобой на уроке какие задания ты получила также я попрошу тебя туда сохранить фотографии того что ты делала то того как мы с тобой начали до того как ты пришла на обучение если ты уже работающий мастер фотографии вот этих вот ковриков пришли сфотографируй туда и поставь потом по следующим этапам напиши следующей фотографии именно что ты сделала после первых заданий когда ты училась по теории как ты поняла что такое техника такая 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 как ты выполнила эти задания и мы будем уже сравнивать что-то делала до курса что-то делала после этих заданий следом ты пишешь дату например получил задание такие то такие то и ниже начинаешь вот эти фотографии туда вбивать по мере того как эти задания ты выполняешь и когда я проверяю тебя на онлайн практику промежуточные еще один сертификат по практике по адекватности грамотности управления оборудованием я этот документ смотрю и понимаю как происходило эволюция твоей руки как ты развивалась как ты действительно осваивала технику бывает момент когда в промежутках ученик пишет что я получила от тебя задания я все делаю но мне действительно сейчас очень важно чтобы ты посмотрела правильно ли я делаю это если ученик ученика оплаченный этот урок то к этому уроку у него подключена потом и ведение этих заданий и проверка этих заданий то есть это наставничество этих постановки этой руки да то есть не просто там посмотрите уроки там то там вы молодец на темам сертификат вот то есть это вот такой вот процесс выращивания еще говорю мастера да когда он с нуля просто вот ноль пришел и я знаю как человека выучить и у меня вот эта система она может быть сначала кажется какой-то сложной но эта система по которой я могу точно понимать как мне тебя учить до вас как учить я в этом документе смотрю как ты выполнил задание если я вижу что там есть какие-то не по марке как-то не так не получается ли ты мне пишешь что у меня не получается что-то я делаю но не получается я найду почему не получается перенаправлю тебя на другие задания которые являются преддверием этих заданий значит на предыдущих заданиях ты еще не поставила какой-то навык благодаря чему у тебя не получается выполнить базе базовое классическое задание на коврике я не пропущу ученика на коврик пока он не сделает нормальную тренировку по тесту на моторику руки если он моторику руки не сдал как он может делать коврик следовательно это но как гимнаста когда учат и мужу не говорят сразу сделай там прием такой тогда его сначала растяжки учат потом там это потом какие-то забрасывания ног там наверх потом переворот ну то есть вы поняли да то есть вот я стараюсь так разложить вот эту вот всю методику обучения чтобы от от простого навыка вы перешли к узболе усложненного более усложненного более усложненному и стараюсь контролировать если ученик со мной на поддержке сконтролировать его результаты вот это все относится к онлайн практике промежуточной онлайн практике именно на постановку руки следующим этапом все ученики и самостоятельное обучение и кто находился на поддержке на поддержке они еще на конференции как вы помните да приходит каждую неделю если они желают задать вопросы если они там не успевают то записи этих конференции смотрят потом конференции длительные по часу по два по два с половиной часа это бывает совершенно разные по времени конференции потому что задача стоит не временная типа там цигель цигель знаете по часам все задача стоит чтобы те люди которые находятся на этом обучении которые пришли на эту конференцию чтобы они стали крутыми мастерами чтобы мне было гордо и чтобы мне было круто от того что я выпускаю вот только таких людей но реальность такова что не все люди которые приходят по-настоящему хотят учиться вот у меня такая фанатичный подход я идеализирую вот это все и стараюсь раскладывать на какие-то мелкие шаги чтобы человека прям вырастить научить его вот конференции проходят каждую неделю для учеников которые купили курс мастер татуажа прос наставником то есть это люди которые на поддержке находится потом ученик когда он заканчивает вот этого обучения на постановку руки у него получается красить там коврик он делает какие-то вот красивые там скажем такие вот переходы из темного светлый до из темного светлый это говорит о том что у него хорошая уже моторика и он хорошо владеет уже своим аппаратом то есть следовательно у него нет каких-то пятен каких-то там пробелов каких-то там непонятных неуправляемых вообще им рисунков то есть его рисунок полностью подконтрольный значит я тогда в таком случае выдаю сертификат о том что практика на коврике пройдена и допускаю его к работе на модели здесь дальше идет разветвление для кого-то это так для кого-то это по-другому я сейчас объясню как это все происходит что делать кто без поддержки если есть вопросы те кто без поддержки они могут купить урок себе со мной на сайте я уже проговорил ранее на сайте он называется персональный разбор стоимость урока включает в себя либо разбор всех ваших вопросов если у вас такое желание либо после второго модуля это вообще обязательный урок просто на поддержке он входит а без поддержки его нужно приобретать отдельно опять же поддержка она тоже разная у нас сейчас идет переупаковка курса я сейчас пока рассказываю про вариант двадцатого года то что стоит 49 и 69 два варианта спать без поддержки из поддержкой когда ученики завод доходит до момента что у них все уже классно получается рука у них откорректирована те кто уже работал откорректировали руку не все хорошо те кто начал с нуля учиться они уже научились управлять аппаратом дальше идет вопрос как работать на моделях как ирина вы из испании будете меня учить работать на моделях я вам скажу так раньше я ученикам только к тем как то мог приезжать ко мне или кому я могла приехать он меня приглашал сейчас у меня активно и а очень наработано и серьезно идет онлайн запуск этот онлайн запуск я училась делать несколько лет я начала шестнадцатом году я тогда еще неосознанно людей как бы поддерживал и помогал им онлайне вообще выставить свою работу на моделях и спустя года я теперь понимаю что если мой ученик прошел все вот эти вот шаги которые я вам сейчас рассказал он однозначно готов к модели если мы сравним того человека который прошел там несколько дней курс в школе и ему там же за эти несколько дней уже сразу дали модель то это совершенно два разных человека мой ученик который еще не был даже на модели он в несколько раз мощнее подготовлен чем тот который прошел несколько дней школу где ему даже модель успели дать Но его рука слабая, он не управляет оборудованием как следует, он не понимает очень много мелочей, он не понимает, он бегает по этим группам, он начинает вопросы задавать, слушать, кто что сказал, как сказал. А у нас таких, знаете, не очень правильных экспертов развелось очень-очень много, и вы себя зарываете просто, вы не понимаете, что это не точная информация, это неверная информация, либо в другом варианте вы просто ее по крупицам вот так собираете. Если вы учитесь со мной, у вас просто огромный объем идет информации четкой и по всем разделам нашей профессии. Поэтому ученик, когда доходит до уровня работать на модели, он уже знающий специалист, пусть еще не пробовал, он ни разу кожу, но он очень сильно, мощно подготовлен, я просто могу за это вот прям дать руку, скажем, на отсечение. Потому что если я вижу, что его папка содержит полностью все фотоотчеты по всем урокам, все лекции он сдал, он все задания сделал, он брал урок со мной по постановке руки, он сдал экзамен по постановке руки, это доказательство того, что это очень сильный ученик, он дошел до этого уровня. И там мы решаем уже, есть ученики, которые, например, у меня живут в Испании, и им нет никакой проблемы пригласить меня к себе, чтобы пройти практику со мной. Практика это уже экзамен по сути, потому что ученик уже умеет красить, он уже умеет управлять оборудованием. Ему только остается посмотреть на то, как ведет себя пигмент в коже. И у нас для этого есть специальный даже урок, который называется первый клиент, где я рассказываю, что такое первый клиент, зачем себе страхов нагонять, потому что я объясняю, что именно вы будете делать на первом клиенте. Какой именно тактикой вы будете работать, какую именно там краску вы возьмете, какие опасности есть конкретно этим типом кожи. Надо брать, не надо брать, как эскиз нарисовать, как потом коррекцию сделать. Мы все это делаем в формате наставничества. Как это происходит? Сейчас внимание, я расскажу. Первое. Когда ученик сдал все предварительные экзамены и готов к модели, мы принимаем решение. Вы будете онлайн стартовать или вы хотите со мной в реальности встречаться. Те, кто хотят в реальности, там все просто. Мы просто договариваемся, где мы встречаемся, как мы встречаемся. Я рекомендую ученику встречаться на его территории, чтобы я к нему приехала, потому что те модели, которых он найдет, он на них же будет делать коррекцию. Это очень важно. Почему? Потому что мы потом все эти фотографии собираем, что именно он сделал, как зажило. Все эти фотографии обсуждаем, что он будет делать на коррекции. Если там какой-то сложный случай, ну хотя такое редко, ни такого не может быть, ни веди сложный случай, мы на первые работы не берем. Я объясняю, с кем он будет работать этот первый полугодие, пока рука у него не встанет. Запрещаю ему брать определенный тип работы. Он понимает, о чем я говорю, какие именно работы нужно брать. Мой ученик, который уже встал со мной вместе с наставничеством, дошел до самого финала, это человек, который может написать. Я по мере своих сил, конечно же, отвечаю. Не сразу, может быть, но отвечаю. С кем ты будешь работать? Брать ли эту модель? Не брать. И потом она клиентов уже берет. Брать ли тебе этих клиентов или не брать? То есть, буквально какие-то там, не знаю, 8-15 первых человек, это очень сильный мастер становится. Это человек, который начинает осознанно работать буквально в первые же два месяца, если у него поток клиентов. Вопросы всегда задают, где брать клиентов? Вот я сейчас у вас выучусь, а где я возьму клиентов? Ну, начнем с того, что программа состоит не из пяти модулей, она стоит из девяти модулей. Первые пять модулей идут на теорию по перманентному макияжу на мастера. Следующие модули содержат в себе дополнительные материалы, такие как модуль клиент. Там я рассказываю, как развиваться, как свои услуги продвигать, как правильно себя развивать, как планировать свои дальнейшие обучения. Сама программа Академии, она на мастере не заканчивается. У нас есть несколько этапов, когда вы начинаете расти. Вот даже в рамках Академии есть возможность выйти на уровень чемпионы. У нас такие есть. То есть девочки, которые доходили. Ну ладно, чего уж там чемпионы. Даже просто люди, которые открывали свои студии и нанимали туда уже мастеров, и обучали их работать правильно. То есть это говорит о чем? О том, что их база была очень мощная. Поэтому они прекрасно потом открывают другие бизнесы, вернее свой бизнес открывают, приглашают туда других уже людей, чтобы те люди грамотно тоже работали. Вот в этом я могу сказать у меня гарантии. Если человек учился со мной в ВКонтакте, он был, он понимал, что он делает, куда он идет, какие его шаги. И вот здесь есть возможность у тех, кто не готов со мной встречаться. Со мной встретиться плюс к тому, что нужно оплатить день практики. О ценах всегда я общаюсь лично. Цены имеют свойство меняться, поэтому в эфире я просто заведомо их не называю. Вот, потому что эти видео остаются, да, а условия меняются. И когда ученик приглашает меня к себе, он ищет трех моделей. Весь день мы проводим вместе, работает только он. Я за моделей не сажусь, кроме как максимум 10 минут я уделяю на демонстрацию какой-то определенного приема. Как-то что-то показать, чтобы она села, попробовала этот прием. Как сохранить эскиз в такой методике, как в такой сохранить, как ведет себя цвет на этом типе кожи, на этом типе, на этой модели, на этой. Как выбрать оттенок, как правильно оттенок внести в кожу. Вот я сажусь, не больше 10 минут я сижу на модели и потом садится мой ученик. То есть ученик, который сдал, получил два сертификата, один по теории, другой по управлению оборудованием, уже не проходит какие-то мастер-классы у меня. Он сдает экзамен в течение одного дня, он работает весь день и делает трех моделей. Понимаете, вот как, я не знаю, как вам это объяснить, чтобы вы ушли от понятий вот этих мастер-классов. Ирина, у вас мастер-класс есть, вы там даете мастер-класс. Я не даю мастер-класс. Я учу людей и в конце им даю возможность сдать экзамен, чтобы они работали уже потом грамотно. Вот. И вот эта вот история, например, три модели вы сделали и эти же модели потом к вам приходят на коррекцию. Я, как наставник, получаю от вас папку ученика, про которую я до этого рассказывала. Вы в этой папке заводите папку работы. В папке работы есть документ после обучения, он называется. Внутри него вы ведете фотоотчет. Первая модель моя, да, там мы делали там то-то, 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 такой пигмент, то-то, то-то. Вторая модель, мы делали то-то, то-то. И вы на каждую модель отдельно заводите документ. И вы введете фотоотчеты вот этих работ, моделей поэтапно. И вы эти все фотографии потом мне показываете. Я смотрю, что вот ты сделал, вот зажило, смотри, как цвет проявился. Все нормально или там ненормально. Ну, скорее всего, все нормально, конечно. При таком введении плотно, мне может быть ненормально. Вот. И потом вот мы с учеником вместе принимаем решение, то, как будет он делать коррекцию. Коррекцию он уже делает точно так же, как он был со мной, только уже без меня. То есть моя задача приехать к ученику и провести с ним такой день практики, чтобы после этого дня практики он мог сесть и спокойно, самостоятельно работать, чтобы он не чувствовал, что вот он куда-то съездил, что-то попробовал, приехал, а теперь как дальше, я не знаю. Вот я стараюсь всегда его так вот очень долго, скажем, вести, чтобы потом не оказалось так, что ученик неподготовленный, ни рука не поставленная, он не понимает типажи кожи, потому что он уроки посмотрел одним ухом. То есть я все это делаю для этого, чтобы в конце ученику пообещать результат только на основе того, что он действительно хорошо учился, он действительно был готов. Поэтому все вот эти промежуточные экзамены, вот эти сертификации, это все не просто так, это мне помогает контролировать процесс. И папку ученика мне это помогает вести этого ученика, чтобы понимать, что это за ученик. Поэтому, когда практику вот эту он со мной проходит, если он со мной встречается, то, во-первых, он оплачивает сам день практики, он оплачивает мне проживание в отеле в тот день, когда я там останавливаюсь, обычно я приезжаю за день практики, мы в этот вечер знакомимся, общаемся, обсуждаем что-то, мы смотрим его руку, как правило, мы проводим вечернюю такую тренировку на ковриках, погуляем там, потом, например, садимся за коврики, и утром мы встречаемся совершенно уже в готовом состоянии, встречаем модели работы. Затем, когда мы модели отработали, я, естественно, остаюсь тоже в этом же городе, в этой же стране, и то есть это две ночи как минимум, то есть отель. Я не говорю, что я там какие-то супер отели выбираю, ну просто нормальные условия, чтобы были. Вот это тоже все в стоимость, по сути, входит. Вы можете посчитать, сколько это будет стоить, и как быстро вы это окопите, потому что я со своим учеником, когда встречаюсь, я не думаю только о том, что я приеду и уеду. Во-первых, я ученику всегда дам тысячу и один совет предварительно, что, дорогая моя, у тебя должны быть записи не только наших трех моделей, которых ты будешь на экзамене делать со мной, у тебя должны быть записи и дальше, чтобы когда я уеду, чтобы ты буквально на следующий день, через день начала дальше работать, потому что важно закрепить все, что мы с тобой сделаем на экзамене. И вот тут ученик получает полную поддержку и по развитию клиентов, где их искать, и как вообще фотографировать фотографии, куда вообще, как их размещать, как на это привлекать новых клиентов, дам советы, как рекламу подключить. Ну то есть это, знаете, это как запуск человека под ключ. Это не обучение, онлайн-курсы, это настолько глупо звучит по сравнению с тем, что на самом деле происходит с учеником, который со мной учится от и до. Вот. В чем разница тех, кто не может меня пригласить, или я не могу приехать, да, по финансовым, например, причинам, потому что приезд мой реальная наша встреча, реальная наша практика, это значительно дороже, чем запуск вас в онлайн. Но разницы почти никакой, потому что на самом-то деле, кроме ваших страхов и волнений, к тому, что вы приступаете в онлайн на модель работать, ничего вас не отличает. Вы тот же готовый ученик, что вы были со мной, и что вы будете без меня. Потому что в любом случае, даже в онлайн-старте, вы все равно и учитесь со мной. Как это происходит? Во-первых, это оплачивается отдельно. Стоимость идет как персональный урок-разбор. Но в этом случае он уже называется не постановка руки. И он на сайте находится. Если вы там не понимаете, о чем я сейчас говорю, вы просто зайдите на мой сайт rentengu.ru, посмотрите раздел обучения. Там, когда программу так в сторону листаете, вы будете видеть, что есть персональный урок по скайпу или по зум. Его стоимость – это как раз та стоимость постановки руки. В онлайне, когда я вам даю задания. И туда же входит проверка потом этих заданий. И то же самое мы делаем, когда вы говорите, я не могу, к сожалению, пригласить вас или приехать к вам. Для меня это финансово недоступно. Я хочу воспользоваться онлайн-стартом. И я вам хочу сказать, что у меня опыт в онлайн-старте, запуске мастеров огромный по сравнению со всеми моими коллегами. Я вам честно говорю, я это умею делать, но только при одном условии. Если вы полностью прошли все шаги моей подготовки, про которые я вот до этого вам рассказывала, без этого я не смогу вас в онлайн запустить. Когда вы сидите на той стороне и думаете, как же это она меня в онлайн будет запускать. Я вам хочу сказать, вы пока просто не понимаете, каким вы будете человеком, когда вы пройдете все этапы, все вот эти шаги, все эти модули. И когда вы будете на самом деле тренироваться и получите сертификат по управлению оборудованием, вы уже будете другим человеком совершенно. Я еще раз скажу и подчеркну, что вы будете намного сильнее и увереннее тех, кто закончили какие-то базовые курсы, там, пятидневные. Это пустая голова у этих специалистов, потому что за пять дней нельзя впитать информацию, а вы учитесь несколько месяцев. Вы постепенно к этому идете, адекватно, в реальном режиме, в реальном времени и возможностях человека вообще обучаться. Поэтому здесь сомнений нет, это уже годами проверенная система. И вот как в онлайне это все происходит, давайте тоже поподробнее расскажу. У меня вообще такое как бы отношение к тому, что вот когда сертификат по коврику сдал ученик, тогда он готов. И я уже его как бы определяю. Говорю, хорошо, пока ты учишься по теории, особенно когда он приходит на урок постановки руки, я часто очень интересуюсь, вы собираетесь в онлайне или вы в реальном времени со мной хотите встретиться? Вот говорят, например, я в онлайне буду. Я говорю, хорошо, пока вы сейчас еще проходите, вы сейчас пока на втором модуле, у вас еще впереди до пятого модуля времени много, начинайте уже подбирать моделей. Я даю совет обычно там, ну, чаще всего какой, подбирайте моделей, фотографируйте их, а лучше всего, если вы этих моделей будете приглашать на эскиз. То есть вы будете уже на третьем модуле уметь рисовать форму бровей. И вы сможете людям, которые наблюдают за вами, а мы же специально эти сторис-отчеты делаем, для чего? Для того, чтобы ученик мог показать тем людям, которые, скорее всего, за ним наблюдают, там, в инстаграме, да, или, ну, друзья какие-то, все равно люди знают, что вы учитесь. Вот. Но если вы совсем все не скрываете, то дальше наступает момент, когда вы начинаете, ну, информировать и говорить там, вот, я уже скоро буду почти готова, приходите ко мне на, ну, как модель. А другие могут сказать, ну, знаешь, я что-то боюсь там идти к тебе как модель. А в основном девчонки рассказывают, какие истории, говорит, Ирина, я пока у вас учусь, говорит, я общаюсь с моими клиентами, потому что многие приходят из смежных профессий, говорят там, ногти делают, ресницы наращивают, может, там еще какие-то просто продавец там одежды. У меня есть Людмила, сейчас учится, она говорит, я закрыла свой магазин одежды, вот, и говорит, хочу обучиться мастерству. Она ко мне в Москву сначала приехала на конференцию. Кстати, я воспользуюсь случаем, возьмем несколько секунд на некоторую рекламу. Я приглашаю всех желающих со мной встретиться в Москве. Я в Москву прилетаю достаточно часто, но сейчас вот с ковидом вот так вот все остановилось. Но я все равно думаю, что я где-то в февраль, скорее всего, в марте полечу в Москву. Я прилетаю всегда с одной и той же программой во все страны. Я в Италии была не раз с этой программой, в Германии была, в Москве много раз была, в России проводила. Это конференция. Мы там тоже практикуем. Именно практикуем, потому что помимо модели, да, на модели, вы поняли, я беру только вот после этой всей подготовки. Я не могу человеку пообещать, что он сделает хорошо модель, если он не был у меня вот на этой подготовке. И мне это неинтересно, доучивать каких-то учеников, которые пришли откуда-то, непонятно, у них какие-то дыры, пробелы, а я просто им модель буду показывать. Мне так неинтересно учить, потому что я не знаю, где его к сяке вылезут, он на колористику не допонимает, а потом будет говорить, что я его учила. Я не учу таким образом. И вот в Москву, когда я приезжаю, я даю то, что можно дать, но практическая сторона, именно практическая, потому что практика, это не только модели, это еще и рисование эскиза, это разбор управления вашей машинкой, то есть настройка вашей машинки, освоение нескольких видов, например, тушевания, нескольких техник сразу, на коврике мы это все тренируем, то есть это практика на коврике по умению управлять вашей машинкой. Я ее послушаю, я наведу резкость, объясню на каком этаже вам нужно работать на вашем оборудовании, дам совет, надо менять, не надо менять, если не менять, то какие типы работ подходят, а потом мы переходим к разбору пигментов, подходят ли ваши пигменты вам для работы, не подходят ли они вам, это все конференция, которая называется конференция с наставником, и проходит она по нескольку раз в год, и вот сейчас следующий мой заезд, в марте, скорее всего, это будет, я оповещу вас в группе ватсап, вот кто интересуется такой встречей, я сейчас, может быть, вас насмешу, но я не очень четко помню стоимость этой конференции, потому что это рубли, это Россия, я живу в Европе же на евро, и мне иногда приходится вспоминать, а сколько стоила конференция, сколько у меня стоит конференция, поэтому сейчас, если так примерно сказать, не ошибиться, наверное, где-то 20 тысяч получается, и когда я уже куплю билеты, я прошу бронировать места, точнее, я говорю, что я собираюсь покупать билеты, сейчас в течение там трое суток, например, бронируем места, бронь 5 тысяч рублей, и мы встречаемся на этой конференции, мы рисуем эскизы друг на друге, вот группа, мы набираем группу, у нас 6-8 человек, не больше, и не больше трех групп, я обычно набираю, но бывает больше набираю, если набирается там с промежутками, с выходными днями, я поселяюсь в Москве, и вот таким образом учу, и вот после таких конференций, ученики потом заходят у меня, на программу, мастер татуажи про, со скидкой, вот, мне кажется, это очень удобно, классно, вы просто покупаете программу, используя вот эту скидку, и учитесь уже основательно, вот, но если вы не хотите скидку брать, учиться, это тоже классное участие, но проходит она у меня в Москве, эта конференция, именно я вас в Москву сейчас приглашаю, если желание есть, пишите в директ, хочу участвовать на конференции в Москве, добавьте меня в WhatsApp группу ожидания, почему группа ожидания, потому что там я набираю людей, и этот набор идет, скажем так, постоянно, потому что кто-то уже поучаствовал, другие ждут следующего, например, в новые набираются, вот, поэтому просто пишите в директ, добавьте меня в группу ожидания, я буду ждать новостей, когда вы собираетесь прилететь, вот, на эту программу к вам попасть, вот, такая вот рекламка, но я никогда не успеваю про это сказать, вечно, начинаю говорить за неделю до того, как мне уже вылетать надо, так, добрый вечер, при Балтике закрыта граница с Россией, да, сейчас пока ограничения, поэтому я, ну, я как бы могу вылетать, а у кого-то какие-то истории, я как резидент Испании, я могу летать, давайте я вам расскажу про онлайн старт, последнее, да, что осталось понять, как это все происходит, на самом деле, все это происходит достаточно просто, исходя из того, что я рассказала, уже можно понять, как это может примерно происходить, вы находите моделей, вы с этими моделями, желательно заранее уже встречаетесь, вы их как минимум фотографируете и вкладываете в папку моделей, когда вы доходите до уровня, что вы уже готовы на этой модели что-то попробовать сделать, вы покупаете урок, который называется уже тот же самый персональный урок, по Zoom или по Skype, но он уже называется урок репетиция, что туда входит, эти уроки репетиции мы проводим по, я открываю демонстрацию экрана, открываю вашу папку, открываю фотографии ваших моделей и я начинаю объяснять, кого мы будем брать сейчас на первую модель, да, вопрос идет о первой одной модели, стоимость этого урока включает разбор одной модели и ведение этой модели до результата, то есть сейчас пока у меня есть возможность персональные эти уроки проводить, когда учеников начинает набираться много, то я могу группировать, учеников на Zoom встречу по разбору их моделей, то есть все слушают, как кто будет работать на своих моделях и потом мы также разбираем результаты этих работ, то есть это еще больше информации получается, чем на персональном разборе, ну то есть качество не страдает, это точно, я вот эту структуру, я ее продумываю постоянно, постоянно над этим работаю, как сделать структуру так, чтобы она была для меня жизнеспособной и чтобы были максимально самые крутые результаты у тех, кто у меня учится, и вот вы эту модель, представляете, мы ее разбираем по полной программе, по всем, скажем так, модулям, которые вы прошли, там модуль 1, там базовые темы, к аналитической анатомии кожи, у нас есть такой урок, вы эту аналитическую анатомию кожи, смотря на эту модель, вы уже начинаете понимать, мы все разбираем, какая особенность, какие-то типы кожи я не допускаю на первую работу, на онлайн старт, вот, и мы выбираем тех людей, которых вы можете взять, вы смотрите урок, еще первый клиент, первая модель, и вы понимаете, какие именно перед вами стоят задачи, что самое главное, чтобы не углубляться в особенности этого урока, коротко сказать, самое важное, это то, что вы работаете в полсилы, да, я не разрешаю ученикам, которые в старт в онлайн входит, работать сразу, как какой-то там мастер, за деньги выполнять перманентный макияж, это неадекватно, это неправильно, поэтому не нужно бояться онлайн старта, во-первых, вы делаете работу, мы ее с вами вместе потом оцениваем, я говорю, какие именно фотографии нужны, вам, конечно, нужен кто-то, человек, кто будет вам, вас будет фотографировать, ну, фотографировать, вы можете сами там остановиться, да, фотографировать что-то для меня, кто-то будет, возможно, вас снимать, или у вас кольцевая лампа стоит, и вы зафиксировали телефон, и показываете, как вы работаете, я наблюдаю за движением руки, я наблюдаю по фотоотчетам, какой остаток пигмента после первого прохода, как вы сохраняли эскиз, что у вас получилось в результате, мы это все как бы просматриваем, я даю свое заключение, что работа выполнена хорошо, правильно, уточняю, какие настройки на блоке были, правильно это настроила блок, потому что на репетиции мы это все обсуждаем, а после репетиции мы уже потом проверяем, что и как вы сделали, это, в принципе, немного времени занимает посмотреть результаты выполненной работы, и самое главное, нужно ждать зажившей, и когда заживает, уже тогда мы окончательно а понимаем, что именно за работу, какая работа у вас получилась, какой у вас результат получился, и какие планы по коррекции этой работы. Клиентам тоже, которые приходят впервые к вам, как на онлайн старт, я тоже даю ученику на репетиции определенные инструкции, как подготовить этого клиента, о чем нужно сказать, на что он пришел, то есть это не человек-подопытный кролик, это клиент, который должен понимать, что он пришел как модель на ваши первые пробы. Моя задача, как наставника, не дать вам совершить ошибку, чтобы клиент не получил никакого трэша, косяка, неправильно выполнены работы. Ваша задача, просто наблюдать за ощущениями руки, то есть вы просто наблюдаете за тем, как краситель появляется в коже. У нас все это дотошно обсуждается на репетиции, вы готовитесь к этому, вы понимаете, что и как будет происходить. Просто когда вы еще не учитесь у меня, вы этого всего просто осмыслить не сможете. И когда вы к этому подходите, на каждом своем уровне вы к этому уже подходите с полным сознанием. И вам намного проще понять вообще, насколько это возможно, выполнить то или это. Поэтому когда ученики только в начале пишут мне в директ, здравствуйте, хочу у вас учиться, они вообще не понимают, как именно я буду их учить. Я не знаю, честно сказать, по каким параметрам они определяют, идти или ко мне действительно учиться, или все-таки пойти поискать что-то еще. Я сейчас постаралась рассказать очень подробно, я не знаю, может я что-то упустила. Вот, я понимаю, конечно, времени может не быть, но учиться нашей профессии, самый главный успех, секрет успеха, это время. Это когда меня даже вот спрашивают, например, говорит, ну вот, чем вы отличаетесь от других школ? Я говорю, я отличаюсь количеством времени, которое я даю своему ученику для того, чтобы он стал мастером. Столько времени ни одна академия, ни одна школа, никакие курсы не уделяют своим ученикам. К сожалению или к счастью кому как. Кто-то думает, что он такой может быть талантливый, что он и за 5 дней может научиться. Но поверьте мне, если вы как себя протестировать, хорошо ли вас научили или нет, и чем вы будете отличаться, например, от выпускника, если вы будете моим выпускником? Если вы ходите в группы, в чаты, ищите рекламу, скидки на обучение, вебинары какие-то, лазите, состоите там и здесь и везде, и ищите, чтобы где бы еще купить, на какую бы там тему найти где, то значит вас плохо выучили. Мои ученики, у них нет ни желания, ни нужды искать информацию, если они состоят в чатах, то чаще всего состоят просто для того, чтобы, скажем так, увидеть, кто чем дышит, кто на чем работает. Но у моего ученика в голове ума палата, он очень многое все знает и понимает, и ему уже смешно. Порой бывает, мне мои ученики присылают из групп разные там комментарии, и говорят, почему такие вопросы глупые задают? Потому что человек искренне не подготовлен, поэтому он задает такие вопросы, он не знает, он не умеет, поэтому он вынужден выуживать это все из интернета. Но выуживание из интернета, оно тоже эффективно, но растягивается на года. Поэтому, когда вы учитесь со мной, в чем плюсы? В том, что, во-первых, вы идете самый короткий путь, который вообще возможен по вашим способностям, по тому времени, которое вы можете посвятить для своего обучения, это именно то, что вы делаете в короткие сроки. И обучение обычно занимает у меня первое полугодие, ученик становится мастером, вот, то есть он первые там 4 месяца в теории занимается, коврики тушует, все такое, и потом пару месяцев у него идет становление, привыкание к профессии, привыкание к клиенту, и убирает какие-то свои, может быть, недочеты, там эскиз еще не совсем запомнил, как рисовать. То есть это тоже нужно практиковать несколько раз. Поэтому я заранее прошу своих учеников, вы привлекаете клиентов, именно моделей, сначала на эскизирование, фотографируйте их. В конце теории, когда вы сдаете на сертификат по теории, вы можете воспользоваться случаем и сдать еще, допустим, вашу папку. Но если я не сильно загружена, проверьте именно ваши эскизы уже на моделях. Если я сильно загружена, то я все равно попрошу вас взять персональный урок. Вообще опция персональный урок, она доступна вообще собственно для всех. Просто для кого-то это определенные рамки будут. Если это ученик, человек, который не учился у меня, и он хочет взять персональный урок, консультацию, чтобы разобрать свою какую-то ситуацию, то я все равно корнями буду уходить в материалы школы. И я ему не буду рассказывать на консультации, как правильно это делать. То есть я такие консультации не беру. Я просто у меня даже времени на это нет. А вот когда ученик хочет разобрать вопросы, у него нет поддержки, он купил себе вариант без наставника и учится. Его все устраивает. Люди, которые учатся без наставника, они говорят, у вас все там понятно, все доступно, все понятно. Говорит, вопросов нет, вообще никаких нет вопросов. Вот, говорит, только есть неуверенность в том, что правильно ли я сделал задание или неправильно я его сделал. Я говорю, вот для этого вы можете купить себе урок, и мы вашу папку всю полностью проверим, что вы делали, как вы делали. Поэтому я считаю так, один-два урока может быть как бы на этапе теории. Один урок это постановка руки обязательно. Второй урок может вам захочется разобрать какой-то объем вопросов или проверить ваше задание полностью. Но поверьте мне, курсы, которые я там создала, они настолько талантливы, даже вот не хваля себя, просто они настолько у меня отточены, отработаны, что уже больше просто рассказать нечего об этом. Там о колористике, например, для анатомии построения бровей. Я намного больше даю материалов, чем вы где-то в посредственности найдете в интернете. Там какие-то схемы вот эти полосатые. То есть мы с вами профессионально изучаем лицо человека. Мы профессионально изучаем колористику, а не просто как краску какую-то саму по себе, отдельную. Мы разбираем стилистику людей, мы разбираем внешности. Поэтому это все очень такая серьезная подготовка и именно для тех людей, которые хотят учиться очень перфекционистично. Это для тех, кто хочет выучиться раз и навсегда. Поэтому вот такая вот была презентация, как я обучаю. И каждый четверг я буду приходить сюда и общаться именно с людьми. И буду пытаться их сейчас уже организовывать, приглашать их на четверговые эфиры именно по разбору вопросов. Потому что пообщаться в директе какими-то переписками это очень неэффективно. Люди не воспринимают информацию просто в тексте. Они недооценивают программу. Они недооценивают то, что и они теряют возможность учиться в такой серьезной академии. И я поэтому поняла, что я могу проводить прямые эфиры с людьми и рассказывать им, как это будет. Наверное, может быть, сейчас можно было бы показать саму еще программу, как она у меня выглядит в школе, чтобы вы поняли именно, какой объем уроков. Вот у нас идет модуль предобучения. Здесь о том, как сделать папку. Сейчас я покажу. Здесь юридическая сторона. Вот тут юридическая сторона. Это очень важно. В первые сутки знакомиться нужно обязательно. И если что-то вас не устраивает, нужно в первые же сутки можно отказаться от обучения. Это в течение только суток можно сделать. Все. Это очень важно, потому что с этим порой сталкиваемся. И чтобы такого не было, я людей призываю к ответственности. Дальше уроки о том, как создается папка ученика. Документ для вопросов анкеты. Отдельный блок для разборов вопросов по аппарату. Кто без поддержки учится, они могут вот сюда, в этот раздел, писать. Вот информация о том, что нужно для обучения профессии с нуля. Шесть уроков. Они же есть у меня на ютубе. Вы можете зайти и посмотреть. Дальше у меня раздел. Это вот одна из моих выпускниц, чемпионка тоже фоточку сюда поместила. Ваш путь в академии расписан наперед. Там тоже все схемы, план развития на первые полгода. Вообще первые полгода у вас становление идет, а потом вы повышаетесь. В течение года где-то у меня в основном обучаются. Вот и до психологическая поддержка ученика есть, потому что у меня есть плейлист на ютубе, где я рассказываю много о психологической стороне. То есть периодически я веду психологические сеансы и будет, если грустно, жми сюда. Вот здесь идет информация о том, всегда задавайте себе вопрос, зачем я здесь, потому что бывают и срывы учеников, и все. То есть психологический модуль. Здесь можно зайти и почитать, чтобы, как говорится, все на свои места встало. Здесь сразу информация, почему задания не принимают. Потому что некоторые неправильно сдают задания, из-за этого могут стоять пропуска нет. Как настраивать видеоуроки, чтобы они быстрее проигрывались, то есть для удобства. Если не нашли ответа в этом разделе, оставьте свой вопрос тут. И в концовке вы сдаете ссылку на свою папку ученика. Ссылка на папку ученика, я сейчас вот прям даже посмотрю, она сдается, во-первых, в это окошечко. И вот здесь, например, ученики сдают свою ссылку. Давайте сейчас я открою какую-нибудь, ну вот, например, любую. Открою и посмотрим, как она выглядит. Это папка ученика, если у меня сейчас переход произойдет. Вот она, папка ученика. В ней есть база 20-й год. Видно, что ученик у меня с 20-го года. Тут есть история. Где анкета ученика? Давайте посмотрим. Анкета. В анкете ученик оставляет свою фотографию и заполняет именно анкету. Здесь у нее же и сертификаты, которые она раньше получала, и после этого она еще пришла вот сейчас на повышение. Вот она анкетка. Вот ученица. Вот ее ответы на вопросы. Вот почему она пришла там. Вот эти укажите рабочий профиль инстаграма. Вот какие техники, на каком оборудовании работаете, где вы проходили базовый курс. Вот. Или проходили, если не проходили. Вот. Потом, какие у вас сложности в работе. Ответ в папке работы. Что мы знаем о наставнике школы. Вот. То здесь признание всякие в основном. Какие у вас ожидания от курса. То есть, это то, с чем вы пришли. Я с анкетой обязательно знакомлюсь. Вот. Потом мы с вами переходим в введение дневников. Это тоже в папке история. Введение дневников идет как? Для чего? Что мы же не можем с вами лично общаться. Я поэтому прошу учеников писать дневник. Небольшие заметки по каждому модулю. Вот, например, там возьмем дневник вот такой. Она пишет о том, как у нее проходит обучение. Вот первый модуль базовый. Тема иглы. Просмотрев все уроки про иглы, я поняла, что от выбора иголки будет зависеть прокрас работы. Сколько пигмент попадет в кожу. Ну и так далее. Потом технические нюансы. Аналитическая анатомия в коже. Анестезия и сохранение эскиза. То есть, все. Она здесь все это написала. И когда я ее принимаю, я смотрю, как у нее проходило обучение. Что я еще смотрю? Я еще иду в папку база и смотрю ее конспекты. Вот тут вот конспекты у нее есть. Модуль 1. Я открываю и смотрю фотографии конспектов. У нее на каждую, например, вот на каждую тему у нее вложены фотографии. Вот урок 2, например. У нее здесь хоп фотографии своей, ее конспектов. Как она этот урок прошла, как она его записала. По наличию этих конспектов я принимаю модуль. И вот так вот учится ученик до конца. Сертификаты, история, оплаты, работы. Вот еще папка работы есть. До обучения. Обязательно те, кто раньше работали, они ставят фотографии до обучения. Вот и пишут, например, в чем у них сложность. Ну там не всегда работы плохие, кстати, бывают, когда приходят. Но они пишут о том, что мне сложно делать губы. Особенно нижнюю. Так неумею натягивать, скользит из-за вазелина. В общем, я ей пишу. Вам пока рано делать губы. Совершенно не согласна, что ученику давали такие работы с нуля. То есть вот она губы с филером делала, начинающие. И она говорит, я не могла сделать, я ничего не поняла. А то человек вышел с курсов, она вообще ничего не поняла, как ей работать на губах. Хотя она оплатила курс именно по всем зонам. В итоге она вышла вообще ни там, ни сям, нигде, ничего не понимает. Дальше у нас идет после обучения, о чем я вам рассказывала. Вот эта папка после обучения, она оформляется, когда ученик начинает постановку руки делать. Вот у нее она еще не оформлена. Причем, когда это оформление проходит, очень интересно изучать эту папку. Вот такая вот история. Теперь мастер татуажа мы если откроем, дальше я вам покажу. Вот это на 21 год уже формируется. И в итоге вы все модули эти проходите. Базовый модуль, второй модуль, после него идет постановка руки, анатомия, стилисты, татуажи, колористика, клиент. Вот после колористики вы получаете сертификат по теории. Потом идет клиент, санитарно-гигиенический, бонусный модуль. И экзамен по коврику также идет отдельно. Экзамен по теории тоже идет отдельно. После того, когда ученик сдал все эти сертификаты по теории, он может переходить в отдельные курсы, которые идут в веки и губы. Они являются дополнением к основному вот этому обучению. И там информация уже идет только четко по губам, по векам. Но вся коренная информация находится вот здесь. Особенно вот модуль 2, основная коренная информация. Вот таким образом мы учимся. Модуль базовой темы. Показываю. Урок иглы, технические нюансы, аналитическая анатомия, разница типа в коже, в татуаже именно. Анестезия, правила сохранения эскиза, асептика, антисептика. Экзамен. Ученик заходит, сдал свой первый на урок. Сдает свой первый модуль. Вот сюда вот высылает ссылочку на свою папку ученика. Я открываю и проверяю наличие конспектов. Открываю папку база. У всех одинаково. Мне очень легко проверять, поэтому быстро. Конспекты, базовые темы. И я смотрю. Вот они все у нее уроки. Вот они все конспекты. Вот иглы, вот аналитическая анатомия, вот технические, вот кожа татуажа. Все здесь у нее есть. Я выхожу из ее папки и делаю что? Принять. Я просто принимаю ее задание. Вот такая вот история. Ребята, вот так вот проходит обучение в академии. Это все не так себе просто. Все это очень серьезно. В итоге вы обучаетесь. И заканчивайте, и работайте. Вот после второго модуля рекомендуется заказать персональный урок по скайпу. Постановка руки. Там заказать. Даже кнопка в курсе уже стоит. А вот анатомия, форма, брови, эскизы. Модуль 3. Здесь тоже все идет. По урокам. Вот. Материал очень много. В каждом уроке не один урок, а несколько видео. То есть сдается опять экзамен. Модуль 4. Опять. Все сделала, сдаем экзамен. Колористика модуль. Опять же. Все сделала, сдаем экзамен. А потом экзамен по теории на сертификат. Клиент. Дополнительный модуль. Как самораскрутка, самоанализ мастера. Как в чем он силен, в чем он слаб. Как ему двигаться. 12 шагов. Как найти клиента. Из моего опыта. Ниоткуда не списывала, не срисовывала. Рассказывала, как я развивалась. И как мне помогает мой опыт вообще привлекать клиентов. И все остальное. Вот. Санитарный модуль. Бонусный идет. Про инстаграм для чайников. Если люди вообще не понимают, как инстаграму пользоваться. Это тоже входит в обучение. Но уже не обязательно на сертификат. А как дополнительный материал. Психолог у нас участвует в этом модуле. Создает именно психологию общения с клиентом. Вот. Здесь и задания даже есть, если вы хотите развиваться. Вот. Но это не обязательно. Уже это уже по желанию. Экзамен теории по курсу у нас идет. И дальше пошло уже раздел повышения. Губы веки. Теневая техника. Но теневая техника, кстати, в разработке. Сейчас идет материал. Я его пока убрала. В общем, ребята. Вот такая вот длительная история. И так просто. В переписке. В какой-то там краткой переписке. В директе. Я вам этого никогда не расскажу. Вообще никогда. Это просто невозможно. Представьте. Я сейчас целый час или сколько уже рассказываю. и материал только закончил рассказывать. Представьте. Если вы мне пишите в директ. Ирина, здравствуйте. Расскажите подробно про обучение. Представляете, сколько мне нужно вам рассказать. Вот. Вот кто меня сейчас смотрит. Самый терпеливый. Вообще молодец. До конца. Дайте обратную связь. Вы как считаете? Вы в директ от меня такую подробную информацию можете получить? Конечно, я думаю, нет. Это невозможно. Вы спрашиваете там. Сколько стоит обучение? А где посмотреть описание? Ну, идите на сайт. Ну, посмотрели вы на сайте. Сколько там у меня уроков? Ну, что вам это дало? А вот когда я рассказываю вам, как проходит по-настоящему обучение, мне некогда ходить по группам, по каким-то. По каким-то, я не знаю, на конференции, на какие-то онлайн чемпионаты меня вечно приглашают. Там с этим, с судьей, что-то еще чем-то. Пойдемте на онлайн там сюда выступить спикером. Я уже попробовала, стала отказываться. Потому что это все такая трата времени. Я лучше буду людей учить, видеть, как они вырастают и будут являться лицом того, что я делаю. Уже будет подробное видео. Можно смотреть. Да, подробное видео уже в косом десятке у меня есть. Но они все время какие-то получались. Я не знаю, может быть, что-то было непонятно. Поэтому я специально вышла в эфир. Вы задайте вопрос. Вы что здесь из моего рассказа не поняли? Что вас смущает? Почему вы пойдете или почему вы не пойдете теперь ко мне учиться? Потому что я такой вопрос задаю, потому что я этим занимаюсь, обучением. Это как вы бы хотели знать, почему к вам клиент пойдет или почему он к вам не пойдет. Вы стараетесь, обучаетесь, развиваетесь. И вы сидите и думаете, а почему у меня нет клиентов? Но я могу вам в этом помочь. Почему нет клиентов? А мне вот непонятно, почему люди, которые смотрят меня месяцами, они не могут принять решение о том, чтобы учиться со мной. Я не понимаю, они сами себя лишают вообще, мне кажется, какого-то счастья. Зато сидят где-то в каких-то чатах, собирают вот эту информацию все подряд вообще. Все подряд тратить свое время, когда можно просто выделить время на занятия. Раз в день или через день или по выходным сидеть и действительно учиться заниматься делом. Меня это всегда удивляет. Я поэтому не пойму, почему так происходит. Ну, наверное, все хотят побыстрее. Так, чтобы это было волшебно, быстро, несложно, недорого и желательно легко. Но это не получится. Поэтому, ребят, вы можете просто врюхаться. Вы купите оборудование, купите все, что нужно, купите все в кабинет, поставите. А работы не будет. А когда она будет, вы все время будете сидеть и думать. Получилось, не получилось. Получилось, не получилось. Какой клиент вернется, как он заживет, как цвет заживет. Ой, цвет не так зажил. Это почему? Что теперь делать? Пойду в группе, спрошу. Может, какой-то корректор можно взять. Может, теперь можно испортить. Вот если вы будете учиться со мной, у вас таких вещей вообще не будет происходить. Поэтому я надеюсь, что те, кто ищет, он всегда найдет. Я также надеюсь на то, что мне будет действительно хватать желания, задора и энергии все время улучшать, улучшать эту программу. Потому что это самый лучший вариант обучения на сегодняшний день. Я так думаю. Я могу ошибаться. Но я считаю, что да. И ученики, которые приходят, некоторым сложно писать конспекты, некоторым сложно освоить там папку, например, сделать. Но те, кто действительно хотят, они все равно разбираются. Они спрашивают, задают вопросы, они оформляют, там есть видео и все это делается с моей помощью. Поэтому не нужно себе говорить, что ой, как все там было сложно, и я не стала учиться. И верните мне деньги. У меня такие тоже истории пару раз, один или два раз такой был именно на этом курсе. Начинали учиться, и потом раз, куда-то человек исчез. Я такая думаю, интересно. Кто-то учится и радуется, говорит, о, столько информации, никогда не столько мне, никто не рассказывал. Я уже в трех школах училась и так далее, и так далее. А какой-то приходит человек такой, вообще нигде не училась, учится первый раз у меня. И такая, о, как все сложно, пойду-ка я поищу, где подешевле. И мне так жалко этих людей, я же понимаю, что они вообще не так все делают. Но ничем помочь уже не могу. Конечно, в директе все сложно передать. И сейчас вы показали, рассказали видео, конечно, несколько обширной, глубокой программы. Ну вот, да, я вот это все сохраняю. И, в общем-то, прошу вас со мной тоже как-то помягче. Я реально не справляюсь. Но я готова вас учить. Я только этим занимаюсь. Вот я сижу, и все время эти уроки, уроки. Я все время здесь вся сижу в съемках. В этих вот, как их, ковриков. Все время у меня эти коврики. Все время у меня какие-то тут банки. Какие-то и целая куча вот этих карандашей, не знаю, заметок, папок. Я все время сижу и что-то делаю. Я уже не являюсь мастером татуажа. Я уже человек, который создает структуру обучения специалистов в бьюти-сфере. Особенно в перманентном макияже. И у меня тоже есть планы. Я хочу создать еще один курс по некоторым там самым простейшим вообще услугам по косметологии эстетической. Не косметологии врачебной, а именно эстетической. Отдельный курс по созданию этих форм бровей. Такой, который приходит, когда говорят, я хочу вот там просто что-то попробовать, а потом уже учиться. Поэтому я в основном даю именно анатомию построения бровей сначала. Они тренируются, они там что-то делают, работать начинают, клиентов принимают, а потом на татуаж учиться. Это тоже такой безопасный ход, когда вы только работаете с формами бровей, а потом уже учитесь на татуаж на основе той базы клиентов, которых вы себе наработали, например, там за полгода, рисуя формы бровей, оформляя брови. Вот эти вот, я имею в виду вот краской. Вот, поэтому тоже время хочется расходовать свое так, чтобы оно было эффективно, а не лишь бы там как-нибудь. И директ открываешь, пару слов написал, закрыл его, потому что еще 70 писем. Думаешь, как бы их все разгребсти, а там еще на 5 дней провалилось все, инстаграм не выгружает. И все, я теряю просто контакт с людьми, а для чего это все, для чего, просто для объема, зачем мне это, мне нужны конкретные результаты, да, в моей деятельности. Как вы будете что-то делать, 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 вам в результате захочется уже результат получить, а не просто сидеть делать. Так и у меня, поэтому я стараюсь вот как-то все организовывать и не жалеть своего времени, рассказывать, показывать, чтобы вы это видели и знали, что вот оно вот так, ребят, не все так просто, оно вот так, и если вы хотите, оно будет именно так у вас, и будет все хорошо, все будет классно. Потому что то, что в интернете вы видите, это очень все часто далеко от реальности. Я стараюсь как-то вот без фотошопов, вот все так, как на самом деле у нас в работе происходит. И красивые волоски зажившие, это совсем не те волоски, которые мы видим на картинках мастеров, вот, они заживают такой легкой линии, и если она сделана, эта линия виртуозно, то она выглядит аккуратно и напоминает волосок. Но это не та четкая линия, которая вот как на коврике, да, вот четкая-четкая линия. Я не знаю, как вам показать, вот они четкие линии. Они же в коже выглядят тоже как бы четкими, но не такими четкими прорисованными. И мы очень много видим свежих работ в интернете, особенно на азиатской коже. И люди на это смотрят, и они думают, что они то же самое будут делать. Но они, может, и будут делать, но когда это будет заживать, это будет несколько другая история. Вот, и то же самое с напылением, да, очень многие ошибаются, они думают, пойду учиться на напыление. Какие работы. А потом вы обратите внимание, как много сейчас в интернете уроков и тех, кто максимально использует фотошоп. Вы просто даже иногда приходите на картинку, на рекламную, под видом, что это работа специалиста. А на самом деле это баннер рекламный. Это просто от фотошопленные губы супер какой-нибудь красивой молодой девушки, потому что это закон рекламы. Нужно красиво подать вкусно. Но это не значит, что вы будете делать такие же губы каждой своей клиентке. Для самых терпеливых, как говорится, всегда конфетки. Кто до конца дослушал эту всю эпопею здоровую, вот я вам расскажу, что есть еще один путь. Как можно купить программу, не покупая ее по полной цене и сразу. Ну, помимо того, что у нас там подключен Тинькофф. Тинькофф можно отправить заявку. Я буквально две минуты отвечаю. С моего сайта отправить заявку. Не в банк ходить. Вот, если они вам одобрение дают, то к вам придет коммерческий их менеджер, представитель. Вы подпишите договор с ними. Вот, беспроцентный. Там с меня, наоборот, банк берет, процент удерживает. То есть они тут же мне переводят в течение там суток после вашего заключения. Они переводят сумму за оплату, удерживают процент. А с вас уже никаких процентов не удерживают. Вот, а есть второй вариант, который я предлагаю ученикам по определенным каким-то условиям. Например, он говорит, я хочу у вас учиться. Учиться буду до конца. Все знаю, все понимаю. Нет возможности просто вот прямо сейчас купить там за 60 тысяч сразу курс. Вот, научиться буду с вами. И я говорю, хорошо, давайте тогда мы начнем с первой ступени. Вы купите просто анатомию бровей. В большой программе это модуль 3. Вот, но он у вас пойдет как отдельно. Если вы даже передумаете, вы все равно этим материалом сможете воспользоваться как услугой по окрашиванию бровей. И делайте это совершенно безопасно, без каких-либо вложений. Там, купить кисточку надо будет, да, и пару флаконов краски. Вот, а если после этого курса вы все-таки в течение месяца решите, что вы пойдете дальше, то можно будет перейти на выкуп следующего курса. В основном я предлагаю покупать тогда колористику. Она на сайте уже продается. Вы покупаете эту колористику, но не позже, чем в течение месяца. То есть там в последний день, например, доступа анатомии. У вас анатомия закрылась. Все, вы идете, покупаете курс колористика. Только при вот этом пошаговом таком варианте, когда вы его осознанно сами запустили, и по доказательствам, что вы каждый месяц переходили на новую ступень, новый курс покупали себе. При моменте, когда вы закончите, через месяц закончится у вас доступ к колористике, вы сможете перейти на большую программу, в которой уже и колористика на пятом модуле, и анатомия третьим модулем, и все остальные модули, которые были в программе, или вы решите еще с поддержкой купить, например, или поддержку потом отдельно купите, вы переходите в эту программу с вычетом тех денег, которые вы потратили на анатомию и на колористику. Вот вы анатомию купили, посмотрите, пожалуйста, стоимость колористики на сайте. Про анатомию стоимость такая же, одинаковая цена. Опять же, цены не называют, потому что они имеют свойство меняться, и все остальное. Говорю вот так для сравнения. Вот, сайт rentankle.ru, ссылка в шапке профиля, опять же, напоминаю, заходите по ссылочке в моем описании, где я пишу там, что я фанат своего дела, выращиваю чемпионов, и там ссылка стоит. Просто некоторые даже не понимают, что такое ссылка в шапке профиля. Вы нажимаете на эту ссылку, заходите, и там все предложения, которыми можно воспользоваться. Там есть 6 уроков, что нужно для обучения. Там есть бесплатные лекции пробные, вы можете по учебнику их пройти со мной, и решить потом, что вы хотите учиться и получить скидку даже на это обучение 10%. Там условия написаны под каждым уроком, под каждым видео написаны условия, как получить эту скидку. То есть система, она настолько лояльная, в ней столько разных вариаций, как можно еще купить у меня программу, что вы просто об этом никогда не узнаете, если случайно со мной не заговорите в директе, у меня не оказалось больше времени, чтобы вам что-то это все рассказать. Поэтому я надеюсь, что это видео достаточно полноценно закроет все ваши вопросы, а у вас хватило времени его, опять же, выслушать. Вот. И когда вы перешли на большую программу, вычитается та сумма, а это достаточно большая сумма, очень большая, я вам хочу сказать, и вы просто оплачиваете недостающую сумму. Каким образом? Вам высылается персональная ссылка на оплату этого материала, который уже будет доступен вам целый год. Это мастер татуажи про, доступен целый год. Какие там фишки, какие там плюшки? Во-первых, когда вы попадаете в эту программу, чтобы я в эту программу в течение года не внесла, а вносить я очень люблю обновления, всякие новые уроки, какие-то новые, может быть, целый модуль могу новый внести, потому что сейчас вошел новый модуль, например, первая практика с моими учениками, где стоят видеозаписи тех учеников, которые со мной в реальности встречались, которых я снимала, чтобы для них потом загрузить эти уроки, все ученики, которые в реальности со мной встречаются, я для всех записываю видео, как они проходили со мной экзамен, практику вот эту. Я загружаю все это в плейлист, у вас свой доступ к этому плейлисту, а я эти материалы, как материалы Академии, уже использовала в учебный модуль практика на бровях, и те, кто не могут со мной встретиться у вас в этой программе, это программа Мастер Татуажа Про 21-21, а в 20-м этот модуль докупается пока отдельно. И я вот эту новинку, все, что я добавляю, новинки, обновления, вы за это не доплачиваете. А если я вношу какой-то совершенно новый модуль, как вот в данном случае практика на бровях, работа, первый работа моих учеников вместе со мной, как они начинали, там много-много видео, вот, это, конечно, дополнительно оплачивается, но ученикам это как бы со скидкой идет, потому что они являются учениками VIP, да, это те, кто на поддержке, например, купили поддержку, у них есть некие плюшки такие, там скидка, здесь скидка, там бесплатное обновление, все такое. Но даже те, кто покупает самостоятельно, все равно за обновление я не беру оплаты в течение года. То есть вы купили программу, год она ваша, потом она все уже как бы устаревает, потому что я постоянно все обновляю. Поэтому вот такие вот у нас есть плюшки, скидки, лазейки, как можно зайти на мое обучение. Но дальше первого модуля вы не пройдете, если вы не сделаете все задания, не напишите конспекты, я не увижу, что вы настоящий ученик. Поэтому везде все фильтруется, везде проверяется, и в общем-то лентяи не пролезут. А люди, которые мечтают стать мастерами, у них другого шанса просто и выхода нет. Они просто ими станут, потому что по-другому уже не может получиться так обучаться и еще не научиться. То есть так не может быть. Ну что, друзья мои, я думаю, что сейчас теперь точно я буду отключаться. Я и даже про скидки уже рассказала, как ими можно пользоваться. Единственное, что, наверное, осталось сказать, что вот на самом сайте у меня представлен в разделе обучения несколько курсов, но не все из них активны. Поэтому, если вы решили что-то приобрести, то смотрите, опять же, по актуальности. Да, там мы что-то удаляем, что-то не удаляем, но в целом мастер татуажи про можно купить и зайти на него по-всячески, как я рассказала, можно. Можно колористику просто купить. Может быть, вы стесняетесь и вообще думаете, хочу учиться, но вообще не решаюсь. Тогда просто напишите мне, я хочу для пробы начать курс анатомии бровей. Вот если я с ним справлюсь, решу, то тогда дальше пойду. Тем более у вас пошаговый переход может получиться. Вот. А так там особо как бы курсов, по-моему, больше никаких я сильно не ставила. И там веки губы я прям сразу написала, что доступно только тем, кто мастер татуажа, базовый курс прошел. Вот. Потому что я не продаю во все подряд в разные стороны. Я именно загоняю ученика на самое начало и веду его. Потому что это результат, это круто, это классно. А просто разводить толпу покупателей, это просто рынок будет. Вот и все. А у меня такой фанатизм в этом плане. Все, мои хорошие. Рада буду вам приходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова